Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины. У нас в эфире. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Слава Украине. Героям слава. Четверть миллиона, мне нравится так говорить про это, да, 250 тысяч человек. Это такой средний российский город. Может быть, даже областной центр есть такие. Но это элитные войска. Элитные войска. 250 тысяч. Можно ли было предполагать, что 250 тысяч, оказывается, на них никак не влияет? Для нас это сложно представить, поскольку, если мы говорим о свободном обществе, где жизнь человека является по определению ценностью и самой важной ценностью для существования государства, ни для Украины, ни для любой страны свободного западного мира, Европейского союза, членов НАТО, это в принципе невозможно представить. Но если руководствоваться логикой закрытого тоталитарного общества, где жизнь человека ничто, а воля вождя, идеология, пропаганда, правлящий класс, вот это главные приоритеты, то все нормально. Я думаю, Северная Корея сегодня в этом во многом похожа, схожа с путинской современной Россией. Но, тем не менее, глобальный мир, какие бы заборы ни выстраивали, пробирается и в самые отсталые страны и загнивающие империи, в том числе и на территорию так называемой РФ. Там, как бы ни блокировали, есть доступ до альтернативной информации, есть доступ до свободных СМИ, и те, кто хотят, получают и могут получать объективную информацию, ну, скажем так, из экспертных сообществ. Кто не хочет, получает объективную информацию в виде похоронок, в виде убитых родственников, в виде раненых родственников в том числе. И, безусловно, таких после полномасштабного вторжения, особенно на территорию РФ, ну, мы уже видим, это десятки тысяч. Андрей, ну, вот мы обсуждаем эту вторую, в кавычках, конечно же, армию мира и ее потери. Но вот тут из свежего британская разведка говорит о том, что Россия потеряла как минимум еще и половину бойцов десантных войск, которые считаются элитными. Это, ну, по меньшей мере, идет речь о 15 тысячах военных. И это все со слов, если вы, возможно, слышали, да, Теплинского. Это генерал-полковник, который проговорился, если я не ошибаюсь, потом даже его это выступление, ну, эти данные были потерты быстренько, конечно же. Но, тем не менее, что значат такие цифры для российской армии, это один момент. И, конечно же, не могу не вспомнить о потерях даже офицерского состава. 2306 офицеров, это по состоянию на август сообщает об этом BBC. Вот эти цифры, что они значат для российской армии? И много ли у них таких уже, скажем так, военных специалистов еще осталось для ведения войны? Самая подготовленная, самая компетентная, обученная часть российской кадровой армии уже уничтожена Путиным, ну, безусловно, украинцами и нашими силами безопасности и обороны, но он их отправил на убой. И это означает, что глобально сегодня, ну, Медведев, конечно, может писать о том, что они могут легко воевать с НАТО или с другими странами, но сегодня они вынуждены во многих подразделениях уже второй, третий, четвертый состав набирать для того, чтобы продолжать геноцидную войну против Украины. И, безусловно, это то, что в существенной и долгосрочной перспективе подрывает возможности российской армии. Андрей, хотел обсудить с вами ваши слова. Мы сегодня цитировали ваше заявление о том, что в российской армии обреченность испытывают не только рядовой состав, но и представители среднего и высшего звена, а также руководители оккупационных администраций. Не буду спрашивать, как вы пришли к такому выводу. Очевидно, у вас есть какие-то данные. Насколько широкое это явление? Насколько вот эта обреченность, о которой вы говорите, массовый характер носит? То есть мы насколько можем говорить о том, что это явление уже укоренилось в российской оккупационной армии? Безусловно, остается и среди населения огромное количество людей, которые живут пропагандой, телевизором и расистскими историями и байками. Но в том числе среди военно-политического руководства и среднего и высшего звена командиров есть много людей, это нехорошие люди, это такие же подонки и убийцы. Но они понимают, что их пропаганда на самом деле врет. И если несложную аналитику провести и подумать, смоделировать ситуацию, что будет завтра, через год, через пять с их государством, если ничего не поменять, то кроме тупика, разрухи, развала там ничего не светит. Другой вопрос, что таких людей достаточно много было и в Третьем Рейхе, когда эпоха Гитлера уже была, и финал всем был понятен, и, в общем, развязка рядом. Но, к сожалению, тогда не смогли организоваться и устранить этого диктатора и убийцу, ну, скажем, до самого финала. Посмотрим, у современной России до сих пор остается вариант. Возможно, там появятся ответственные деятели среди военного политического руководства, которые с новым Гитлером поступят уже иначе. Вот, кстати, все растут и растут не только цифры в потерях российской армии, но и также города, где их хоронят. Вот российская юрга в Кемеровской области постепенно превращается в город мертвых. Более ста человек из числа военнослужащих, местных гарнизонов и заключенных из правительной колонии погибли на войне против Украины. Это четверть от всех погибших на войне кузбассовцев. Установили эти цифры журналисты издания «Сибирь. Реалии». И, как сообщили в общественном движении «Руссидящая», только в феврале этого года представители Минобороны Российской Федерации вывезли из местной колонии 56 человек, а осенью 2022 года ЧВК «Вагнер» завербовала там почти две сотни заключенных. Ну, и большинство из них были убиты на фронте. Но имена некоторых впервые обнаружили именно на билбордах в городе, в соцсетях некрологов, и о них, собственно, не было ничего известно. Давайте услышим и потом обсудим. Город превратился в кладбище. Нас окружают мертвые. Везде лица погибших. В центре города, возле администрации у фонтана, гуляют молодые семьи с детьми. А по бокам здания – экраны, на которых нон-стоп показывает фото наших погибших военных. За ДК «Победа» – стенды с погибшими. По обочинам дорог и на детских площадках стоят билборды опять с ними же. Вроде жизнь кипит, но на нас отовсюду смотрят мертвые. Это все ужасно и тяжело. Из военного уютного городка Юрга превратилась в город мертвых. Из комментария жительницы Юрги изданию «Сибириалии». Из официальных цифр, которые удалось разведать по таких мертвых городах, по этих табличках журналистам, самые большие потери, кстати, понесли в войне против Украины и Российской Федерации. Это заключенные, 5553, и эти же ЧВК разные, 2419. И также речь идет о мотострелках, добровольцах. И просто нет данных. Это почти 7 тысяч, каким родовойскам они принадлежали, непонятно. Так вот, а кто сейчас оставляет на фронте эту российскую армию? Кто самый подготовленный из представленных, скажем так, ну это как какое-то стеганное покрывало уже получается из разных род войск. Скажите, пожалуйста, Андрей, какие есть у вас данные? Ну, составляет сегодня та же волна частичной мобилизации, она дала кадровый резерв, и мобилизационные мероприятия, скрытая мобилизация сегодня на России также продолжается. Если говорить о подготовленных, ну, допустим, Росгвардия остается достаточно подготовленной и оснащенной. Другой вопрос, что ее на передовые позиции меньше задействуют. Или те же разрекламированные кадровцы и Ахмат. Это в основном заградотряды и подразделения зачистки. То есть это не те подразделения, которые несут основные потери. А что касается основных потерь, да, мы видим цифры, это и заключенные. Обыкновенный ирошизм, абсолютно нацистская практика. Утилизация, как считает Путин, социально неблагонадежных. И то, что, в принципе, не вызовет дополнительного социального напряжения и взрыва в так называемом российском обществе. Тотальная мобилизация на территории Ордло и временно оккупированных украинских территориях. Мы знаем тех десятков тысяч принудительно мобилизированных украинцев, в том числе и студентов учебных заведений, многие из которых сегодня уже погибли на путинской войне. В общем, это все, безусловно, большой перечень военных преступлений, преступлений против человечности, нарушения правил, норм ведения войны со стороны Путина и современной России. Это ответственность, безусловно, ни одного диктатора, но и всего режима, и всех тех, кто продолжает поддерживать эту геноцидную войну против Украины. А что, кстати, с этими тикток войсками, где подевались те же батальоны Ахмат или кадыровцы, как еще их можно называть, и поскольку поубавилось и ЧВК Вагнер, остались ли какие-либо другие ЧВК на фронте? И, собственно, как это повлияло их присутствие, а теперь отсутствие на фронте? Ну, заключенные воюют и в других подразделениях. Шторм-Зет сейчас массовое явление. Шойгу сделал несколько новых формирований для продолжения рекрутинга политзаключенных, в том числе эта тактика для того, чтобы не создавать нового монополиста, каким был ЧВК Вагнер. Теперь это уже несколько структур. Что касается кадыровцев, они есть, но другой вопрос, где и какие функции они исполняют. На первой линии и на нуле, ну, в общем, их видно мало. Кадыров, безусловно, в каком-то плане для себя, для своего режима не дурак, и он понимает, что эти же подразделения могут ему еще пригодиться для решения собственных задач во время будущего внутреполитического кризиса на территории так называемой РФ. Спасибо, Андрей. Всегда интересно вас слушать. Андрей Юсов, представитель военной разведки Минобороны Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.